Друзья, я вас приветствую! Сегодня будем заниматься системой голосования. На этот раз уже занятие номер 8. Я не буду говорить про что это, потому что настоятельно буду посмотреть предыдущие видео, чтобы быть в курсе того, чего мы делать будем сегодня и, возможно, еще в другие разы. В очередной раз хочу напомнить, что для того, чтобы получить уведомления о новых видео, в том числе и про систему голосования, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ну и, в общем, вы сами все прекрасно знаете. Давайте перед тем, как начать писать код, я хочу ответить на некоторое количество вопросов. Переключаемся в Visual Studio, я их тут записал, посмотрим. Итак, друзья, вот вопросы, которые я записал. Их три, и первое, что, как подключить Fluent Validation. Давайте я тут открыл странички, я вам покажу. Fluent Validation это такая специальная библиотека для Дотнета, Strongly Tapped, то есть типизированная для разных платформ, как вы видите, она поддерживает разные версии. Ну и все сводится к тому, что как это работает. Вы подключаете сборку, например, создаете, допустим, у вас есть класс Customer, у него есть какие-то вот свойства, дискаунт, пост, и есть какие-то наборы правил, ну вот, как вы видите, rules, 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 в хорошем смысле. Вы просто описываете, как это свойство должно работать, и в нужном месте просто, допустим, вызываете этот валидатор его свойствам. То есть его в метод Validate, и он проверяет все свойства вашего, в том числе и вложенные, если они существуют, и, в общем, говорит о том, что есть у вас ошибки или нет ошибки, ну вот как-то вот так. Здесь на самом деле, давайте я ссылку в описании закину, и вы, в общем, поймете, о чем я говорил. Все очень просто, эта штука работает по принципам, допустим, если говорить про DDD, то это, наверное, самый правильный вариант, когда у вас валидация, как отдельная часть бизнес-логики, которую можно включить или выключить, например, то есть как модуля определенный, и она абстрагирована от платформы, это очень удобно, то есть и на DPDF, и в консольном приложении это будет работать, настоятельно рекомендую штуку эту попробовать, как она работает. Дальше, второй вопрос, как сделать так, чтобы срабатывало обновление сразу после кнопки, после нажатия кнопки? Ну, существует такое понятие, как throw-ting и debancing, и работает это вот таким вот образом, вот вы видите на видео, человек написал хороший код, и он работает, почему я это не стал делать в своем видео, потому что для того, чтобы это заработало, ну, во-первых, уже большое количество библиотек, компонентов, которые это реализуют, ну, если вдруг вы захотите это в реальном времени, сами себе написать, чтобы у вас был такой компонент, то, собственно говоря, вот, милости просим, вот у вас вот такое количество кода потребуется, в том числе и на JavaScript, чтобы вот эту штуку реализовать. Это на самом деле не сложно, нужно понимать, как это работает, то есть вы нажали кнопку, включается таймер, нажали вторую, если таймер не кончится, он продолжается, если нажали кнопку, и таймер закончился, вы вывели сообщение, то есть сделали апдейт, ну, вот в данном случае, где-то тут есть, как называется, state has changed события, вот это вот. Вот, собственно, если хотите реализовать сами, у вас это будет, если нет, используете готовые библиотеки, это что такое, вот, это тот ответ на тот вопрос, который вы задали. Ну, и третий вопрос, почему используется то void, то task, здесь тоже все очень просто, но, смотрите, чем отличается, task возвращает task, void ничего не возвращает, ну, другими словами, есть ли его здесь, вот, я правильно помню, где-то здесь, чем отличается, то есть void это когда вам не нужно ждать ответа, на обратку результата, это когда вы пнули и забыли, то есть потенциально, вот, ответ на этот вопрос, ну, а в частности, вот, ой, сейчас покажу, вот, фагет, то есть void это вы когда выстрелили, забыли, ну, и соответственно это task, когда вы ждете какой-то результат, ну, я бы не рекомендовал, ну, то есть, надо сказать, что вот этот void, как-то async void, это когда вот в UI используют, то есть на других местах я бы не рекомендовал использовать, потому что вероятность того, что вы потеряете контекст, ну, в общем, ладно, пока не будем про это говорить, а void можно использовать в Blazor, если вам не нужно ждать ответа, я это сам настоятельно, ну, в смысле, я пользую и вам настоятельно рекомендую понимать, что вы делаете, в общем, это будет полезно. Ну, и, наверное, давайте переключаться в нашу систему, я сейчас отключу все ненужное и будем реализовывать уже сохранение базы данных. Хочу, друзья, напомнить, что мы уже сделали настройку, которая подключается к базе данных, у меня это есть кейр-сервер, который лежит, соответственно, в докере, и здесь уже получается у меня таблица, мы делали какое-то время назад миграции, создавали базу данных, в общем, сейчас у меня база данных есть, и она, собственно, игра пустая, и сейчас встает вопрос о том, собственно говоря, каким образом данные должны попасть вот в эту самую базу данных. Есть миллион, наверное, вариантов реализации, ну, два я точно знаю. Давайте начнем по порядку. Первый вариант – это когда мы будем делать какую-то страницу, ну, в данном случае у нас, так, смотрите, в данном случае, так, давайте тогда начнем сначала. У меня есть definition, и я не подключил сюда unit of work. Так, unit of work я буду подключать, потому что, давайте тогда это unit of work, колобонга, вот здесь вот есть мой nugget пакет. Почему я буду использовать вот этот nugget пакет, потому что там есть, ну, во-первых, там есть такой helper, который позволяет выдергивать из внутренних, из экзепшенов, из inner, так называемых, текст. Есть реализация paged, есть уже репозиторий, есть сам unit of work, ну, и есть так называемый safe change result, который можно обработать на уровне, где вы сохраняете базу данных, уже можно перехватить, какое было последнее изменение, последний результат на сохранение какой-то каких-то данных. То есть, если вы что-то сохраняете, было экзепшен, в этом файле будет лежать информация о том, как, собственно говоря, использовать. Я буду его использовать, хотя это не обязательно, вы можете, собственно говоря, использовать напрямую db-context, ну, application db-context в моем случае, если я не ошибаюсь. Да, а нет. Да, вот, application db-context, то есть вы можете его инжектить, собственно говоря, в пейджи и там с ними работать. Но я буду использовать unit of work, ну, потому что это, наверное, привычка, да, больше. И для того, чтобы его подключить, я буду использовать unit of work, я буду использовать unit of work definition.c-sharp, ну, то есть я создам подключение, unit work, что-то я неправильно написал, давайте сразу переменуем по-быстрому, of work definition, у меня, как вы помните, там есть app definition, вот они, и здесь я хочу сделать регистрацию этого, собственно говоря, пакета, который для начала давайте установим. Этот пакет-то мне называется kalabonga.unit.unit of work, вот он на самом деле. Ого, уже 10 тысяч скачек. О, я это что-то сказал, да? В общем, я его сейчас установил, теперь мне его нужно подключить. Для того, чтобы мне его подключить, мне нужно сказать, что у меня в сервисах, где будет настройка этого unit of work будет, а unit of work, и мне нужно указать application.db.context, то есть db.context, с которым я буду работать. Вот он, application.db.context, собственно говоря, все, я его подключил, и там внутри происходят еще некоторые магические вещи, и они мне дают следующий функционал. Смотрите, у меня есть create, вот у меня vmodel, который внутри используется, и, собственно говоря, у меня назревает возможность определить, как я это буду делать. Ну, если говорить кратенько, то смотрите, у меня есть UI, и это у меня Blazor, у меня есть backend, ой, это, да, UI, это backend, ой, вот это backend, и, собственно говоря, где-то здесь у меня находится база данных, но у меня есть форма, на которой будет кнопка save, по нажатию которой я должен сделать что-то. Но вот теоретически я должен вот в этот, ну, давайте так, у меня вот это, вот, давайте вот так, вот это вот отдельный компонент, который лежит в другом проекте, и мне нужно в этот, вот, собственно говоря, проект, получается заинжектить какую-то общую сборку, да, то есть какая-то, ну, давайте вот так вот, пусть будет blue, какая-то должна быть общая сборка, которая должна шариться сюда, шариться сюда, и здесь какие-то должны быть общие контракты, наполняя вот здесь и нажимая кнопку вот эту save в этом месте, вот как-то это все должно сюда прилететь, в общем, много слов давайте делать. Первый вариант – это сделать через какой-нибудь сервис, который будет лежать, абстракция в классе Contracts, и второй вариант – использовать Mediator, ну, давайте в этот раз я покажу простой вариант без Mediator, но мне нравится все-таки больше с Mediator, если вам это интересно, напишите в комментариях, но только пишите в комментариях полно, да, хочется посмотреть реализацию с UI на Weekend через Mediator, потому что если вы в комментариях пишите «можно и Mediator» посмотреть, и я этот комментарий получаю там через 2-3-5-7 месяцев, и, поверьте, очень сложно войти в концепцию того, о чем была речь, то есть контекста никакого, в общем, пишите комментарий правильно, собственно говоря, как и все остальное. Итак, смотрите, у меня есть консольный клиент, вот у меня есть Application, и давайте посмотрим, какие у меня ссылки, здесь никаких ссылок нету, здесь у меня на Application, но, в общем, надо понимать, что раз у меня в Blazor, и вот в этом месте нету никаких референсов, она в верхнем уровне, значит, мне нужно будет создать новый проект, который я, ну, назову, давайте его так вот, вот, это будет класс Library, сейчас я выберу, вот он, класс Library, ну, или здесь выберите, и, собственно говоря, у, неважно, где вы выберете, вот класс Library, и это будет у меня находиться в этом компоненте, в этой библиотеке будет Call of Paul, да, что-то у нас, pooling system, точка, ну, давайте назовем контракт, ну, как я, собственно говоря, и собирался назвать немногим ранее, давайте сохраним, это будет версия шестая дотнета, и вот у меня появились контракты, здесь, ну, для начала давайте удалим вот этот ненужный файл, так, вот, ну, и смотрите, что, собственно говоря, в итоге, раз, у меня, ну, опять же, кратенько нарисую, да, то есть, у меня есть какой-то, давайте так, сборка, которая называется Blazer Lib, и она используется, ну, в данном случае, веб, то есть, это Lib, вот, а это веб, и они вот такой вот референс, то есть, если я что-то захочу, допустим, использовать отсюда вот здесь, у меня уже эта связь есть, а если я отсюда вот захочу использовать здесь, у меня будет рекурсия, поэтому это можно разорвать, вот таким образом надо создать контракты, и сюда заинжектить, и сюда заинжектить, то есть, получается, что вот этой вот связи не будет, и у меня не нарушается ответственность, то есть, зависимости, так называемая клим-архитекция, и все такое, то есть, в контрактах у меня высокоуровневая будет, и это все будет, ну, круто, на самом деле, работать. Итак, контракты уже создал, и теперь мне в контрактах нужно создать Pool, Pool Service, ну, пусть так и называется, даже нет, мне нужно в контрактах создать интерфейс, то есть, контракт. Вот у меня интерфейс, который единственное, что пока будет делать, он будет делать следующее, Task, ну, допустим, ну, допустим, какой-нибудь, ну, Bull, да, давайте возвращать, Bull его значения, ну, что мы сохранили, и будет какой-нибудь Save or Sync, такое вот, и помимо этого, мне нужно сюда еще, как вы понимаете, получить информацию, что я должен сохранить, да, ViewModel, ну, в данном варианте можно целый ViewModel создать, и в этой же библиотеке его разместить, а вот в этом месте, как будет, я тут свернул, а вот в этом месте, когда мы делаем, ой, нет, вот здесь, вот здесь, вот, когда мы делаем сохранение в этом месте, наполнять этот ViewModel и, соответственно, отдавать. Давайте я сразу сделаю ссылку, чтобы, опять же, было понятно. Я хочу добавить ссылку на проект, который называется «Контракты», упс, я хочу вот здесь добавить ссылку на референс, на проект, который называется «Контракты», и таким образом я связал через контракты верхнюю уровню и два приложения, я думаю, это понятно, и, собственно, когда мы делаем вот здесь сохранение, то есть мне здесь нужно что сделать, у меня есть ViewModel, я могу сюда заинжектить тот самый, ну, пусть будет protected, наверное, мне его наверх не нужно вытаскивать, iPollService, вот он появился, я его так и назову, poll, а нет, service, и пусть он будет get set, ну, не так, конечно, вот так, get set, ну, то есть сетеры что-нибудь были, я поставлю, что мне не равен, ну, потому что я надеюсь, что Microsoft мне обманет, и Ingex работает на ура, то есть так, как нужно, и, соответственно, когда у меня этот сервис уже здесь есть, я при успешном, при валидной операции проверки, то есть при успешной валидной проверке этого ViewModel, я могу сказать poll, service, вот, save и sync, и у меня, смотрите, у меня здесь есть набор полей, я делаю, questionText, answers, если бы у меня был ViewModel, вот, про что я говорил в самом начале, можно сделать ViewModel, который вынести questionText и answers, и тогда целиком вот сюда, вот в этот метод, передавать этот ViewModel, ну, я сделаю string, и это будет question, нет, конечно, мне сюда нужно передать, как раз, я не сигнатуру, нужно писать questionText, вот так вот, и запятая answers, ну, то есть я буду отдельно передавать, и теперь я хочу сказать, чтобы мне, вот, давайте вернемся вот сюда, и здесь скажем, что у меня здесь должен быть string question, то есть тот, который я буду создавать в базе данных, и list of string, я уже буду делать это просто с тринговыми значениями, потому что у меня валидация вся произошла, мне этот answerModel не нужен, зачем тащить лишние зависимости, answers, вот так, и теперь я скажу apply, да, хочу, и, в общем-то, у меня теперь, вот здесь вот у меня сказать нужно, что select, мне нужно только текст, вот, собственно говоря, и все, и to string, ой, to list, и это у меня 100% валидная операция, потому что у меня уже все проверки прошли, я уверен, что у меня здесь не может быть ни пустых, ни еще каких-либо, ну, в общем, вы меня понимаете. Так вот, результатом действия этой команды будет, так, ctrl-r-v, это будет var, какой-то result, да, и я вот должен проверить, что есть ли у меня вот этот самый safe async, то есть валидный, ну, в данном случае result нет, ну, конечно же, тут нужно поставить wait, собственно говоря, это то, почему я здесь написал в самом начале task, и есть ли у меня async, ну, то есть result, который возвращает, вот обратите внимание, на boolean, то есть true, то есть у меня успешно сохранилось, я говорю, что, ну, давайте пока, давайте пока, не знаю, сейчас придумаем что-нибудь, то есть у нас вот здесь будет окей, мы сохранили, типа нормально все, а вот если у меня не окей, тогда мне нужно в error добавить какое-то новое сообщение, например, не могу сохранить данные в базу, в базу, да, вот так, и тоже будем завершать, так, нам это тогда уже не нужно, здесь тогда нужно брать, чтобы она не мешалась, вот, таким образом получается, если мы успешно сохранили, то теоретически тут нужно какой-нибудь save and redirect куда-нибудь там на какой-нибудь another page, я не знаю, куда-нибудь нужно передиректить, и чтобы пользователь понимал, что у него сохранилось, наверное, список пулов, чтобы было понятно, что он будет создан, или на его просмотр, не знаю, это уже не важно, вот, и таким образом получается, если мы не сохранили в базу, не получилось, мы выдали это сообщение на UI, оно, соответственно, обновится, и получается, что, ну, давайте пока на этом остановимся, ну, в том смысле, что больше не будем придумывать логику, собственно говоря, нам нужно, чтобы бряк упал вот в этот метод где-то вот в этом проекте, и, как я уже сказал, у нас здесь есть полсервис, у нас есть уже iPollService, да, это ссылка на ее добавленный проект, и у нас есть тот самый метод, который мы будем реализовывать уже в этом проекте, и так, важно по архитектуре понимать, что у нас есть верхнеуровневая сборка, которая называется контракты, в которой есть сервис, называется iPollService, этот сервис используется в BlazerLib, то есть мы нажимаем кнопку «Сохранить», а реализация лежит уже в Application Web, в полсервис, который, собственно говоря, имитирует этот самый полсервис, то есть вот таким вот простым способом можно разнести выполнение по разным проектам. Я думаю, что понятно. Ну, и раз у нас уже есть Unit to Work, я могу сказать, что у меня есть конструктор, в котором есть IUnit to Work, вот он, собственно говоря, Unit to Work, я сделаю из него вот такую штуку, и раз у меня уже есть question, я могу сказать следующее, varPoll равеню all, и, соответственно, даже вот так, тексту этого будет question, я уверен, что у меня там не null, ну вот, я такой, и, соответственно, мне нужно помимо этих еще сказать answers равен так, у нас там просто answers, поэтому мне нужно сказать, что у меня из answer'а мне нужно создать непосредственно новый класс, который называется answer'а, я буду это делать вот таким образом, здесь у меня id, ну, у меня id будет null, теоретически, сейчас проверим, запятая, а title равен x, ну, то есть то, что пришло в этом. Ну вот, вот и начинается интересная штука. Смотрите, у меня answer'а имеет конструктор, ну, помните, мы говорили про ddd, про вот это вот, как она, anemic domain model, rich domain model, и вот здесь вот у меня обязательно нужно, чтобы здесь был id, ну, теоретически давайте сделаем вот таким вот образом, good new id, или good, ну, можно сказать empty, я так не взяла, new good, и сейчас он на меня ругается, а, наверное, ругается на то, да, он ругается на это, ну, вот смотрите, на самом деле, new good мы в базу закинем, а, у меня он еще read only, о, как весело, вот смотрите, я сделал так, чтобы нельзя было добавить answer'ы в отдельный, то есть через append, и поэтому у меня получается, что сейчас нужно править вот этот самый пол объекта, чтобы мне нужно было добавить answer'ы, но это, как бы, на самом деле, тоже не сложно, давайте это сделаем, public void, add answers, и здесь мы сделаем так, чтобы у нас попадал, ну, допустим, list опять стрингов, назовем их answer'ы, answer'ы вот таким вот образом, и здесь мы скажем for, ну, или for each, или сказать можно проще, давайте вот так вот, то, что я вот сюда писал, мы напишем вот здесь, answer'ы, add, а, стоп, я мог же здесь написать, я, конечно, нужно правильно писать, add range, а, я вот даже так не могу сделать, ух, как, так, answer's, у меня здесь, а, у меня здесь вообще к нему доступа нет, ну, тогда все правильно, тогда мы сделаем вот такой вот пол, который создадим, ага, у меня и конструктора пустого нету, ну, круто, я уже просто не помню, я прошу прощения, давайте будем смотреть, что у нас можно, и так, у нас сюда попадает question'y text, сюда попадает answer's, вот, собственно говоря, и все, что нужно сделать, единственное, что нужно сделать, select new, x, new, как там, answer, и в answer нужно написать guid, опять же, к вопросу empty или new guid, соответственно, если вы хотите, чтобы у вас, ну, давайте empty попробуем сделать, потому что, собственно говоря, ничего не поменяется, и, соответственно, вот это вот нужно иметь лист, ну, или, да, давайте вот так вот сделаем, вдруг будут ошибки, war, так вот, answers, да, плохо писать видео, когда оно редко пишется, вот, а, у меня совпадают названия, ну, давайте, for all, пол, вот так вот сделаем, вот, и, собственно говоря, получается, у меня уже пол будет готов, и мне теперь нужно его сохранить в базу, для этого мне нужно взять, а, юнит, уворк тот самый, взять непосредственно репозиторий, который называется пол, и, уворк, это будет репозиторий, вот, и теперь в этом репозитории, я могу insert async, собственно говоря, тот самый пол, ой, а что я в основной буквы написал, а вы что молчите, вот, и это, естественно, будет await, и этот await нужно добавить в async, и теперь смотрите, вот для чего я брал все-таки этот самый юнитворк, потому что, если юнитворк last save change result, тот самый, который я говорил, если не окей, ну, а, мне нужно был вернуть, ну, тогда вот так вот сделаем, return, окей или не окей, вот, то есть, вот эта сборка юнитворк сделана таким образом, что все save changes, они оборачиваются в специальный объект, и внутри будет информация о том, был ли exception или нет, ну, то есть, вот здесь вот окей, не окей, есть ли exception и еще такое, ну, я вот так побуду, потому что мне был нужный, на самом деле, вот, ну, помимо того, что я сделал insert, мне нужно еще сказать, чтобы юнитворк, save change, await, resync, ну, и еще, друзья, наверное, сюда было бы неплохо, давайте пойдем как-то в интерфейс, ну, во-первых, здесь нужно всегда писать комментарии, здесь тоже нужно писать комментарии, я их пишу, ну, потом, когда он уже начинает работать, update summary, здесь тоже рекоды, update summary, ну, это моя сугубо личная фишечка, вы можете написать комментарии, потом, учительный, долго вспоминать, что это такое. Я хочу сюда добавить cancellation token, вот таким вот образом, и сказать, чтобы она прокинула их туда дальше, по коду, и, соответственно, вот здесь, ну, давайте посмотрим, где у меня компоненты, мне нужно здесь, тот самый компонент, как он называется, cancellation token, и я его сделаю таким вот образом, var cancellation, нет, давайте вот так вот, new cancellation token source, вот, и здесь я воспользуюсь R-sharper, пусть он мне подскажет, что надо, и я здесь скажу cancellation token source, мне нужно отправить токен, то есть, если у меня была какая-то ошибка, или что-то там случилось, или сломалось, я, в конце концов, могу сказать, что у меня данные поломались, хотя я уже буду рисовать, ну, в общем, cancellation token source, я могу сделать cancel, или cancel auto, то есть, если была какая-то ошибка, не прилетела, ну, в данном случае, там, количество миллисекунд, давайте на 5 секунд, чтобы, давайте вот сюда поставим, чтобы автоматически отменился запрос, ну, так, нюансы реализации, собственно говоря, мне теперь нужно, вот здесь, вот здесь, так, где я нахожусь, пол, ага, здесь мне вообще ничего не нужно, это нужно все убрать, вот, и закрыть, и забыть, как страшный сон, вот, мне нужно теперь в реализации, вот в этом месте, у меня теперь появился здесь cancellation token, и вот, если вы не видите, эту cancellation token, она просит прокинуть сюда, чтобы операция вставки могла быть отменена, я рекомендую использовать все-таки эту штуку, она полезная, когда у вас много эвейтов, чтобы, ну, в общем, давайте пока, про столу говорить, и так, смотрите, у меня уже как бы есть это сохранение, давайте нажму их 9, теоретически мы должны сюда попасть, я запускаю все это приложение, давайте в дебаге это сделаем, вот, у меня стартанул проект, здесь у меня уже есть какой-то очень сложный пароль, новое голосование, захожу, о, отлично, я создал этот полсервис, но не зарегистрировал его в dependency injection, получилась фигня, давайте, пойдем, dependency container, нет, я такого не делал еще, нет, не делал, control-l, я опять же вернусь в список дефинишенов, и здесь создаем еще один, мне просто так удобно, dependency container, почему удобно, потому что я точно знаю, где это искать, здесь я создам, container, давайте так и назовем, то есть, в папке dependency container, создать, dp, dp, dmc, container, c-sharp, отлично, здесь у нас будет, up definition, и здесь я скажу, override, чтобы подключить, чтобы подключить этот, сервис, это выглядит, как бы, сумбурно, и много всяких файлов, но тем не менее, это разложено по полочкам, я точно знаю, где посмотреть, мне не нужно искать большой файл, который называется, program.cs, и здесь пачку-пачку, там много-много-много-много-много всяких этих, и смотреть, где есть эта регистрация, где нету, кто-то зашел, если вы работаете в команде, в одном месте добавил, здесь в другом, в общем, это сложная штука, я, наверное, видео сниму, что ли, по этому поводу, ну ладно, не важно, давайте, мне нужно сюда, ipoll, сервис, и реализация, пол сервис, ну не, пол сервис, где, вот так, а, мне нужно ссылку добавить, вот, то есть я зарегистрирую в контейнере, все остальные регистрации, соответственно, будут проходить здесь, и все, собственно, игра, запускаем приложение, заходим, смотрим, опять, вводим, два, три, раз, два, три, enter, окей, вот, собственно, говоря, наша страничка, то есть я сейчас понажать, я должен попасть вот в эту гряку, я, ну, то есть у меня специально не стал удалять, чтобы уже была какая-то штука, я нажимаю сохранить, вот, я попал как раз, уже, собственно, в проект веб, из блейзера, вот, я получил список, как это называется-то, голосований, стоп, у меня это, ID, empty, она добавит, ID, хорошо, вот у меня получился пол, сейчас заодно проверим или нет, вот пол, вот его идентификаторы, нажимаем insert, save change, и смотрим, окей, true, ну, собственно говоря, нажимаю 10, я попадаю обратно, здесь у меня, собственно говоря, как вы видите, ответ result true, и здесь я должен сделать редирект, ой, сейчас у меня добавятся ошибки, так, давайте вернемся в базу данных, и посмотрим, что у нас все сохранилось, всех 4, ну, и как вы видите, вот ID, вот этот, здесь давайте посмотрим, вот, все, собственно говоря, ID, и полаги, в общем, все как нужно сохранилось, на удивление, все гладко прошло, за исключением того, что здесь нужно сделать редирект, ну, редирект, ну, тоже вы, кстати, спрашивали, давайте я вам покажу, вот так, control D, и здесь напишу navigation manager, и здесь скажем, navigation manager, ну, вообще, а, нет, я вас обманул, здесь navigation manager будет работать, будет работать, потому что это не цельное приложение Blazor, а только компоненты, ну, давайте проверим, на самом деле, bro, primer, gate to, давайте вот так сделаем, что там, вот так вот, давайте попробуем, а, смотрите, я не сделал самое главное, я могу теперь сохранять, давайте покажу, наверное, вы уже поняли, да, то есть я могу этих полов с одним и тем же, названием, с одним и тем же вопросом, сохранять определенное количество раз, то есть я не делаю проверки, но наличие такого же пола уже, ну, ладно, потом сделаем, ну, пусть это будет вашим домашним заданием, о, не могу сохранить базу данных, потому что, а, это уже интересно, давайте я еще раз нажму, я не знаю, почему оно так делает, F10, сохранить, мы заходим, и смотрим, экземпшен, return, а, я не сделал return, потому что этот redirect не сработал, да, все правильно, вот, то есть она сохранила, навигация не сработала, надо сделать вот так, return, давайте еще раз попробуем, теоретически можно остаться на этой же странице и просто очистить содержимое всех полей, чтобы пользователь смог новые заводить, ну, а там дальше он сам решит, куда ему идти, я думаю, что тут уже вы сами сможете решить, что вам нужно в конкретном случае, ну, вот, navigation, как я говорил, не работает, но при этом у меня уже есть, получается, три, наверное, да, да, четыре даже, ну, давайте я их вот так вот удалю, не хочет удаляться, а, prime rekay, ну, ладно, фигня, потом это удалим, ладно, на самом деле, это будет повод удаления реализовать, и, давайте пока остановимся, в общем, что, собственно говоря, произошло, надо сделать таким образом, чтобы, вот эти вот, нет, не вот эти вот, а вот это вот, после успешного сохранения, как-то очистить поля, ну, то есть, навигация, конечно, не работает, это же не полноценный, Blazer приложение, это только компоненты, то есть, мне нужно сделать какой-то редирект, который, ну, или директ, наверное, нет, если, допустим, я буду много добавлять сообщений, в смысле этих голосований, ну, давайте сделаем так, у меня answers, нет, как они называются, questionText равен null, ну, или string, нет, пусть будет null, вот, и, соответственно, errors, если они были, тоже будут, new, то есть, мы этот список очистим, а, clear, там, мы, кажется, делали, да, и мне нужно, answers, тоже сделать, clear, ну, чтобы все было чистенько, и я, как бы, выхожу, у меня все, то есть, я могу добавить новый, или пойти на другую страницу, но с редиректом, там, сложнее, чуть-чуть можно делать, через, так называемый, store, в смысле, через JavaScript, поменять location можно, ну, если знаете, другие варианты, можете тоже написать, я пока не буду делать, я буду просто очищать, давайте покажу, что это работает, может быть, не так эстетично, как может показаться, на первый взгляд, да, надо еще пароли, правильно заводить, но, тем не менее, то есть, вот, я открыл, как бы, она пустая, я заполнил, нажал сохранить, и у меня вот все очистилось, типа, можно сохранять дальше, ну, или там, нафигачить атлетов, или тапиту, и снова вот, таким вот образом, сохранить, все. Ну, теоретически, было бы неплохо посмотреть, здесь информацию о том, сколько у меня теперь осталось сообщений, ну, это вот, как раз решает вопрос, что будет возвращаться, по результату, сохранения, это, в данном варианте, у нас сейчас булл стоит, это может какой-то объект, в котором будет, вы успешно добавили, массаж, оперейшн резал, в конце концов, все что угодно, ну, теоретически, я даже могу вам показать, мне сегодня времени не жалко, давайте сделаем здесь, оперейшн резал, ага, и у меня нету, давайте его тогда установим, так, в контрактах он должен быть, ну, давайте установим контракты, менедж контракты, ну, теоретически он будет установлен в контракты, ага, значит, во всех остальных проектах появится, значит, прижим, поэтому я не понимаю, чего вы, 24 тысячи, ничего себе, так, установить, он уже установился, вот, я ему говорю, что мне нужно здесь прийти, оперейшн резал, ну, а здесь будет какой-нибудь, что этот оперейшн резал будет внести, то есть, он какой-то viewmodel, или какой-то стрит, пусть будет, нет, юнит не подойдет, резал, давайте так, сейв, резал, вот такой класс, я его сейчас здесь создам, его здесь будет иметь свойства, допустим, int, total, pulse, ну, то есть, сколько всего было у меня этих голосований, и, допустим, что-нибудь еще, типа, что мне еще нужно, так, вообще, придумать-то, да не, не буду выдумывать, там все остальное есть, ну, и, опять же, не забывайте, не забывайте, короче, вот так вот, и я сделаю, чтобы он ушел в класс, и, соответственно, когда я делаю, где-то тут вот, пол сервис, у меня здесь теперь нужен, сейв, нет, сейв, резал, я его назвал, да, вот он, и, соответственно, мне здесь нужно вернуть уже не true, а, var, вот так вот я сделаю, если у меня была ошибка, то есть, если была ошибка, тогда, ну, у меня здесь такая быстрая кнопка есть, вот, упс, вот, я установил зависимость, и у меня вот есть operation, который я делал, я тогда в этот operation скажу, add error, вот, кстати, мне вот этот юнит, это work, здесь у вас save, здесь есть exception, в крайнем случае, ну, new invalid, operation, exception, вот, и return, это самое, operation, собственно говоря, если была ошибка, то я его должен, а, здесь я должен сказать, operation result, saving result, возможно, это все выглядит очень сложно, но, я думаю, что вы зададите вопросы, если бы у чего-то будет непонятно, ну, ну, соответственно, так, у меня operation result был, это неправильно, здесь должен быть, save result, смотрите, вот эта штука, вот эта концепция, возвращать определенное, это она, ну, то есть, operation result, плюс вот этот save result, она соответствует в некотором роде спецификации, которая называется 78, у меня вот так вот, RFC 7807, я вот так вот могу нажать, у меня автоматическая кнопка перескакивает, то есть, есть специальный стандарт, который говорит о том, что если вы что-то возвращаете на API, то есть, в результате действия, пожалуйста, опишите, что у вас тут происходит, в общем, какие детали, error, ну, и надо говорить, что это про HTTP response, а в данном случае, operation result, он покрывает не только HTTP response, но и, так называемую, бизнес логику, ну, и здесь нужно сказать, что у меня operation result будет равен new result, вот, и сюда нужно сказать, что у меня total pulse, ну, это тут уже все просто, unit to work, get repository, а у меня где-то, кстати, уже есть repository, мне нужно просто здесь написать count, а, но она предлагает, асинхронную версию, ну, давайте асинхронную версию, здесь мы напишем, что мы не будем использовать предикат, скажем, что нам нужен cancellation token, здесь нажмем await, ну, вот таким вот, ой, точку нужно, вот, и сказать, что нам нужно return, и там operation, то есть мы вот здесь вот создали этот operation, здесь наполнили одними данными, есть ли что-то, здесь другими правильными, ну, и теоретически здесь можно еще сказать operation, допустим, add, ну, допустим, success, и сказать успешно, что там, сохраняем, новое, сохранено, наверное, тогда новое, голосование, даже вот так, вот, собственно говоря, да, наверное, это будет достаточно, вот, и, соответственно, когда мы будем получать уже, вот в этом месте и сообщение, здесь у нас, соответственно, будет operation result, и давайте вот переименуем, скажем, вот operation result, мы проверим, если он окей, тогда очистим все, и, допустим, ну, в error, и, кстати, можно добавить сообщение, которое пришло в operation result, и это будет, так, вот, нет, стоп, get message, ну, get message, или просто success, нет, как он называется, metadata, и тут есть message, в общем, несколько вариантов, надо просто вам разобраться, как это работает, если, конечно, я мог бы ее использовать, ну, и давайте, привет, что это работает, ой, что тут уже достаточно много времени сижу, слава богу, оно пока есть, давайте зайдем, скажем, что у нас здесь есть, еще одно желание добавить, такое же, ну, вот, то есть, она в ошибке, показала, но, тем не менее, у нас сохранилось, все отработало, ну, тут уже вы сами будете решать, куда, от чего уводить, ну, конечно же, это нормально, если будет у нас специальное сообщение, которое не для юроров, а для, допустим, message какой-то, если оно не пустое, то показывать его сообщение, ну, давайте я уже в конце концов покажу, string, message, вот там вот сделаем, установить приложение, message, давайте сделаем вот такой вот, я скажу сейчас вот такую штуку, вы наверняка про нее знаете, просто она удобная, чтобы постоянно не дергать, я вот так вот зайду вот сюда и скажу, дай ко мне здесь терминал из этого окна, здесь скажу, dot net watch, и пусть она в рестарте сама будет фигачить, на самом деле, вот это на самом деле мне больше нравится, вот, тут и порой сохраняется, ну, вот давайте вот таким вот образом, так, вот месседж, и я его сейчас скажу, что он там может быть null, и теперь на UI, я могу вам сказать, что у меня вот здесь примерно, ну, тоже не здесь, еще выше, я сделаю вот таким вот образом, чтобы над всеми вот этими фигнями, над всеми контролами, так сказать, у меня было, есть ли string из нового mt-wispace, вот этот вот месседж, тогда, ну, будем опять же считать, что это статистфульное приложение, и здесь скажем, класс равен, alert, нет, alert, ну, пусть, ну, хотя можно и вот этот вот, alert, собственно говоря, сделать, тоже по цвету, чтобы она выбиралась, зависимость от того, какое типа сообщение будет, ну, и, соответственно, есть ли у меня здесь, то вот этот message будет равен, operation, result, ну, что там у нас, это data, пусть будет message, и, собственно, запускаем, давайте созидим еще одно, такой же опрос, ну, мало ли, вдруг, кому-то, а, ну, у меня уже все здесь, по идее, должно быть, я нажимаю, ага, ничего не происходит, а, ну, да, я, наверное, не так сделал, давайте сделаем, публикацию, здесь эта фигня должна, ага, вот так вот, вот, reload мы сделаем, а то я, по-моему, лишний раз запустил, надо было просто сохранить, и, собственно говоря, вот сообщение, давайте еще раз покажем, оно, в принципе, не должно показываться, а я, видимо, не так написал, опять трачу ваше время, если, не, ну, ну, конечно же, вот, сейчас он ничего не показывает, я нажимаю сохранить, и вот, видите, появилось сохранение, ну, и, по идее, таймером можно закрывать, удалять, ну, в общем, не буду, тут можно до бесконечности экскрементировать, я не буду этого делать, хотя, ну, смотрите, какое бы сообщение мне не пришло, у меня будет всегда зелененький, сакисфульный, так сказать, саксэнс, я хочу немножко по-другому сделать, давайте все-таки поэкскрементируем, пусть у меня будет здесь не месседж, а, наверное, operation result, ну, как вариант, и пусть это будет save result, хотя его можно оставить пустым, и пусть оно, ну, то есть, оставить без вот этой конструкции, то есть, чтобы приходили непосредственно только operation result, ну, я оставлю save result, чтобы мне можно было, ну, давайте сейчас увидите, вот, result у меня есть, здесь у меня result нет, мы скажем, так, 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 у нас здесь result, ну, для начала мы скажем, что у нас, а, result вот я сделал, чтобы он уже был равен этому, и если ошибки, так, 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 я могу сохранить базу, теоретически, вот это нам уже не нужно, вот так вот сделаем, если окей, то стираем, если нет, будет просто result, и теперь пойдем быстренько вот сюда, здесь у нас вот operation result, мы, ну, давайте я, давайте, сначала, я поменяем, вот, здесь у нас, если, давайте по модному напишем, если result у нас является объектом, то есть он не пустой, и из окей, окей равно true, то есть у нас успешная, так называемый matching pattern, который, ну, дает, некоторую вольность, ну, красоту, если хотите, вот, то мы скажем, чтобы у нас, где-то тут success, вот, нет, result, а давайте выведем result, и вот так вот напишем, всего, всего в базе, давайте, голосований, какой-нибудь точка, двоеточие, и еще вот здесь напишем, п, оу, давайте так напишем, п, и скажем, что, ну, наверное вот так, это пусть будет внизу, здесь напишем result, может там message какой-то передаем, result, где методата.message, вот, а если у нас, допустим, будет false, то теоретически, ну, кстати, к вопросу о том, почему else тут не сработает, давайте я вот так вот покажу, вот, если я буду использовать вот такой подход, то у меня здесь вот этот matching pattern, в одном выражении, сразу проверяет и на null, и на то, что объект, и на его значение, а если я else напишу, то у меня здесь получается уже null референции, поэтому от else как такового, ну, сейчас разработчики отказываются, потому что else, он как бы, ну, старая конструкция. Так, здесь, допустим, у меня будет false, и здесь я могу опять же вывести сообщение, но в данном случае у меня будет сообщение, а, давайте вот так сделаем, give, и в этот give запихнем, так сказать, красоту, класс, скажем, alert, alert success, а здесь будет, не просто, а, у меня будет все привержено зеленому цвету, а здесь это тоже уберем, и, ну, здесь теоретически можно так сказать, prem, и сказать result, допустим, ну, допустим, exemption, вот таким вот образом. Вот, давайте для начала запустим, посмотрим успешную версию, как это работает, а потом не успешную, такой, типа, типа бонуса, если хотите. так, здесь у нас появление имя отчества, окей, создаем еще один очередной, вот прилетел, всего голосования в базе result, ну, да, это, конечно, глупо, здесь нужно total поставить, вот, ну, тем не менее, ну, давайте, так уж быть, еще раз F5, и сохранить, а нет, ну, нужно же прокинуть код, hot reload, F5, и работает, но, надо немножко по-другому запускать, ну, давайте, вот так вот сделаем, окей, опять логин, потому что заново запустили, это, так, неправильно, голосование, сохраняем, ну, и как вы видите, уже ему 17 голосований одинаковых, нахреначили, а теперь, нажимаем, стоп, иду в сервис, и говорю, что у меня, return operation, для начала сделаем, а теперь этот, operation, add error, какой-нибудь, new, not implemented exception, здесь напишем, wrong way, ну, в смысле, не туда, по нишам, ходишь, вот, запустим, еще раз, опять же, я просто, для демонстрации это делаю, то есть, как это можно обрабатывать, вы, конечно же, все придумаете по-своему, начать на голосование, не важно, что у меня там придет ошибка, ну, и, собственно говоря, exception, wrong way, и все такое, ну, как-то вот так это вот работает, на самом деле, друзья, наверное, на этом я с вами попрощаюсь, вам всего доброго, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok